Мы продолжаем наш информационный выпуск. В Украине в последнее воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают работники машиностроительной отрасли. В нашем городе к этой сфере деятельности относятся предприятия Ильичевский завод автомобильных агрегатов. На сегодняшний день Ильичевский завод автомобильных агрегатов работает сразу в нескольких направлениях. Ежемесячно в цехах предприятия собирают 70-100 легковых автомобилей. Спросом пользуются грузовые машины. В августе было выпущено 64 единицы этого вида транспорта. Активно развивается производство автобусов. На заводе изготавливается несколько моделей. Автобус Иван А07, правильно название по модели. В варианте город, пригород, школьник отличаются только опцией. База одна и та же. Это получаем машинокомплекции Индии, рамные конструкции, делаем кузов на него, ставим. И по количеству сидячих мест, по опциям, так называемым, школьным исполнением, там специальные сидения, ремни безопасности и тому подобное. Город, пригород, количество сидений, сидящих мест и количество стоящих мест. Автобусы А10 – это новая элементная база. Это несущий кузов, это двигатели Дойц, коробка ЦФ, это все Европа. Мост Раба, оформлен конструктив модульного типа, ну это абсолютно два разных автобуса. Автобус А10 более современный по требованиям рынка. Тоже они в разных исполнениях идут. Город, пригород, турист, в зависимости от того, что надо клиент. В августе было изготовлено 34 автобуса «Иван». В сентябре 42. Со следующего месяца запланировано выпускать около 70 автобусов этой модели. Надо отметить, что 47 «Иванов» в варианте школьной были изготовлены по заказу Одесской облгосадминистрации. Уже сегодня они на территории всей области перевозят учеников сельских школ. Что касается более современных низкопольных моделей, то до конца года будет производиться по 4 единицы ежемесячно. В связи с увеличением объема производства запланировано расширение материальной базы. У нас на четвертый квартал запланировано расширение сварочного участка. В четвертом квартале мы должны получить лазерную резку. То есть мы готовимся к тому, что объемы будут увеличиваться. На будущий год те цифры, которые спрогнозированы, порядка 900 единиц техники коммерческой автобуса, должны по году получиться. В условиях непростой экономической ситуации в стране жесткой конкуренции руководству Ильичевского завода автомобильных агрегатов приходится искать пути развития предприятия. Одно из основных направлений – освоение производства новых моделей автобусов. Планируется автобус класса А07, но немножко другая элементная база. Двигатель Евро-4 с учетом того, что Россия уже автобусы по экологическому сертификату Евро-3 не принимает. Да и Украина, в общем-то, к этому и идет. И также планируется создание бюджетных версий, то есть более дешевых, на новой элементной базе. Это автобусы типа А10, но с другой элементной базой. Как рассказал директор предприятия Анатолий Михин, достаточно остро стоит проблема кадров. С расширением производства дефицит рабочих рук будет еще ощутимее. Чтобы исправить ситуацию, руководство завода решило набрать группу для обучения азам профессии. В нашей технологии слесар механо-сборочных работ становится самой важной фигурой. А этот профиль, эта специальность не готовится ни к ПТУ, ни кем. И вынуждены были, вот сейчас давали объявление в прессе, что мы набираем группу учеников, там 15 человек, которые сами будем учить, с тем, чтобы они потом остались на производстве. Набор ведем людей, которые хотят работать, пусть даже у них нету знаний. И мы поможем получить эти знания, в практике поможем. И три месяца на льготных условиях платятся и ученические, и все прочее. Ильичевский завод автомобильных агрегатов – важная составляющая промышленного сектора Ильичевска. Поэтому стабильная работа этого предприятия – это значительный вклад в обеспечение жизнедеятельности всего города. Продолжение следует...